В столице Татарстана, замечательный Кремль, мечеть, есть на что посмотреть, вообще замечательный город, конечно, и здесь сегодня профессиональный бокс. И мы вам представим два главных события сегодняшней программы. Кстати, это именно они. Ваши аплодисменты! И начинают нашу трансляцию девушки. Да, дорогие друзья, Софья Очигава против Юлии Куценко. Ринг-анонсер Сергей Гром уже готов огласить. Промоторная компания Ротель Профайт с гордостью представляет вам бой за титул серебряной чемпионки мира по версии Всемирного боксерского совета в легком весе. Нам предстоит увидеть 10 захватывающих раундов, и мы не смеем более томить вас ожиданием. В синий угол ринга под ваши аплодисменты добро пожаловать боксер из Тольятти Юлия Куценко! И вы видели только что в руках у Марии Миломановой вот этот зеленый пояс чемпиона, серебряного чемпиона Всемирного боксерского совета. Всемирного боксерского совета WBC. И не будем забывать, уважаемые дамы и господа, что серебряный пояс WBC дает право драться за полновесный титул. Итак, Юлия Куценко, ей 31 год, рост 161 сантиметр, родилась она в деревне Жигули. Сама рассказывала, что был выбор у нее, соответственно, либо улица, либо спорт, и она сделала правильный выбор. Начала с дзюдо, затем перешла в кикбоксинг, и там добилась очень серьезных успехов. Выигрывала различные международные турниры, чемпионат Европы, Кубок Мира. Кубок Мира была в сборной, многократно она, кстати, является действующей чемпионкой России по кикбоксингу. Но и затем также стала выступать по боксу, профессиональная, имеет рекорд 8 побед, одно поражение, одна ничья. Поражение, кстати, от Фирузы Шариповой, с которой также встречалась вот эта замечательная девушка, которая выходит. Это был дебютный бой у Софьи Очигава тогда. Да, совершенно верно. Блистательная любительская карьера у Сони, серебряный призор Олимпийских игр, чемпионка мира. Причем в Олимпийских игр в Лондоне, когда дебютировал женский бокс на Олимпиаде, провела очень хороший бой в финале. В общем-то, она и Китти Тейлор считались главными претендентами на золото. Это была их не первая встреча. До этого Софьи сумела выиграть чемпионат мира. Но вот при поддержке, огромной поддержке ирландской публики, с небольшим преимуществом, Китти Тейлор все-таки удалось завоевать золото. Софьи приехала с дебютного чемпионата, с дебютной Олимпиады, с серебряной медалью. Замечательная спортсменка, несмотря на возраст, прекрасно чувствует себя в ринге, хорошо готовится всегда. В общем, она все понимает в этой жизни и в боксе. В честь претенденток на вакантный титул серебряной чемпионки мира по версии Всемирного боксерского совета звучит государственный гимн Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Представляем вам официальных лиц титульного боя. Боковые судьи Роман Петров, Николай Сигов, Юрий Копцев, хронометрист Дмитрий Антонов, рефери в ринге Александр Калинкин, Супервайзер Всемирного боксерского совета Марина Милованова, президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман. Претендентка в синем углу. Ей 31 год. Ее рост 161 см, вес 60 кг ровного. В ее активе 8 побед. Три из которых одержаны нокаутом, одно поражение и одна ничья. Ей не понаслышке знаком успех во многих видах единоворств. Оборвавшись в бокс, она добилась звания чемпионки СНГ и славянских стран. У нее особый вкус на украшение. И сегодняшняя ей по нраву Юлия. Опасная блондинка Куценко. Крачное представление. Молодец. Дорогая диагонали. В красном углу ринга. Ее титулованная соперница из Одинцова. Ей 33 года. Ее рост 166 см, вес 59 кг и 700 г. Профессиональный рекорд. Три победы при одном нокауте. Перед вами трехкратная чемпионка Европы. Двукратная чемпионка мира по боксу и обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне. Она действующая чемпионка мира по версии Международной боксерской ассоциации. И она всерьез намерена пополнить свою коллекцию. Ее имя. Софья Ачикова. Ну что ж, достойные соперницы. Бой должен получиться на славу. Такое вот предвкушение почему-то. При том, что интересно, Юлия Куценко проводила поединок месяц назад. И очень тяжелым вышел тот бой для нее. Она сражалась с представительницей Ирана с очень длинным и труднопроизносимым именем. Абсолютно непроизносимым. Да, но суть не в этом, а суть в том, что Юлия победила, но тогда действительно ей пришлось преодолевать сопротивление Пюнех. И, то есть, ну, было сложно. Еще один момент очень важный, да, почему я об этом говорю. Причем я у нее спрашивал у Юлия, я говорю, Юля, а почему ты так часто дерешься? То есть раз в месяц. Это при том, что она очень тяжело гоняет вес. Ей нужно сгонять в 60 и две подряд сгонки за месяц. Она и сейчас на 300 граммов тяжелее соперница. Но за лимит не вышел. Да, и при этом она сказала мне, что ей проще так, чем сидеть без боев, чем длительное и простое. Ей лучше драться чаще. Ну, хорошо, раз здоровье, если позволяет, то почему нет? А между тем уже время бежит, напоминаем, в женском профессиональном боксе. Раунд длится две минуты всего. Осторожней еще девушки. Да, явно совершенно никуда не торопятся. Ну, 10 раундов. Можно подождать. Вот ринулась вперед соперница Софьи. Всего три боя. После Олимпиады на профи ринге провела Чигава. Во всех трех выиграла. Ну, перерывы были большие между боями. Она думала закончить карьеру, продолжать. Она брала длительный перерыв. Потом планировала заниматься тренерской деятельностью. Там не очень получилось силу и ряд причин. И решила вернуться. Решила вернуться и добраться таки до Кэти Тейлора. А Кэти Тейлор это ныне абсолютная чемпионка мира, которая не так давно проводила защиту своих поясов. Очень осторожный раунд мы с вами посмотрели. Пока сложно делать далеко идущие выводы. Ну, вот так Куценко рванулась в этом эпизоде, который нам повторяют. Но толком попасть так и не сумела. Александр Цуканов, тренер Юлии Куценко. Постоянно они работают вместе. Юлия тренируется в Академии бокса. Сама, кстати, также является тренером. Ну, в общем, это вполне нормальная практика для спортсменов, бойцов. Понятно? И опять беременная рука. Чуть-чуть, чуть-чуть можно дергания добавить. И поплик. Чуть дергания добавить. Внимательно можно бросить. Второй раунд. Правосторонней в стойке. Работает Софья Ачигава. Опять неспешное начало попадает. Правой сбоку Софья. Очень хорошая передняя рука у Софьи, конечно, там. Такой базовый фундамент такой. В ее навыках. Смотрите, как здорово вода сейчас. Почувствовала дистанцию. Чуть-чуть провалила. Да. Била навстречу. Юля тоже перекрылась вовремя. Так могло быть, конечно, очень опасно для нее. Мне кажется, Юля иногда стоит жестковато на ногах. Прям чуть-чуть не хватает ей движения. Ну, как мне кажется. Вот сейчас начала двигаться. И пошла вперед. Сдваивает удар справа. Минута до конца второго раунда. По-прежнему все очень спокойно. Но с такими прям вспышками активности, всплесками. Мы говорили, что всего три боя, да. После Олимпиады провела Софья Ачигава. Все на профессиональном, естественно, ринге. Но опыт, конечно, сколько боев она провела как любитель в олимпийском боксе. Поэтому опыт у нее, конечно, намного больше, чем у сегодняшней соперницы. Опыт чисто боксерский, я имею в виду. Молодец. Куцинка пытается, пытается вот так подсев чуть-чуть. На быстром шаге снизу достать соперницу. Вот сейчас очередная попытка была. Да, длинный такой право-боковой. Вот не нужно проваливаться. Юлия, как вы уже отметили, ни в коем случае старается работать с дальней дистанции. Наносить такие, ну не размашистые, да, длинные амплитудные удары достаточно. Но пока вот не может дойти, не может добраться до оппонентки Юлия Куценко. Ну и Софья Чигава тоже, я бы не сказал, что работает киперактивно. Нет, она очень экономно пока работает. То есть пока здесь мы видим работу, скорее разведывательную, такую тактическую. Попытки вывести соперниц на ошибки. Да, Александр Цуканов говорит, что действительно правая рука проходит очень хорошо. Попал расформал. Только не расслабляйся, я умоляю. Не, не, не. Потом-то надо чуть быстрее включать заднюю руку. И дальше она махаться больше. Больше промахиваться она должна, чтобы она подустала. Марковн Шмельцер также находится в углу у Софьи Ачигава. Также, соответственно, Софьи Ачигава работает с тренером Альбертом Муталибовым. Очень важно для нее, в каком она находится в физическом состоянии. Насколько она функционально готова к этому углу. Когда началась готовиться, сколько тренировок прошло, какие были там спарринги, если они вообще были. Да, потому что Юлия Токуценко в этом отношении в том числе. Она в форме, да. Да, то есть она постоянно тренирует, постоянно тренируется и относительно часто дерется. Да, еще расскажу вам немного про Юлию Токуценко. Опять же, да, как я говорил, что был у нее выбор оказаться на улице или же пойти в спортзал. Начала с дзюдо, потом перешла в кикбоксинг. И что интересно, после нее в эту секцию записалась практически вся школа деревни Жигули, а по факту осталось пять человек. То есть буквально там через два месяца все остальные свинтили обратно на улицу, поняв, что там легче и там лучше, наверное. А вот те пять человек, которые остались в секции кикбоксинга, включая Юлию, они добились очень серьезных результатов. Да, стали чемпионами мира и Европы по кикбоксингу. Ну и России, соответственно. И прославили свое село. Да, да. Также Юлия Токуценко выступает по ММА. Ну выступала раньше, по крайней мере, не знаю, как сейчас у нее в планах это есть или нет. Дралась на турнире Fight Nights. И, в общем, выступала достаточно убедительно, успешно. Ну то есть по всем фронтам. Бьет людей абсолютно везде. Кстати, не скрывала Юлия Токуценко, что приходилось ей применять свои навыки боевые на улице в лихую молодость и юность. Но при этом говорила, что всегда сражалась Токма за правду и справедливость. То есть защищала несправедливые обиженных. Говорила, что легко вступала в драки с пацанами и также легко их била, учитывая подготовку. То есть такая девушка очень боевая, да, настоящая опасная блондинка. Ну вот снова она бросается в атаку. Ну тут гонг остановил поединок. Но пока что все очень ровно. Пока что все прям так очень близко. Без явных каких-то перепадов. Да, Софья отдала инициативу сопернице. Дает ей атаковать. Смотрим повтор. Вот неплохо. Боковым ударом. Ценка достала все-таки олимпийского серебряного призера. Последнее слово должно быть «за тобой», «за тобой», «за тобой». Когда она кидается, она махнет. Последнее слово должно быть «за тобой», внушают Софья. Да, действительно, Юлия Куценко периодически позволяет себе проваливаться в своих атаках. Очень хочет ударить, но ногами не всегда доходит. И, конечно, такой боец, как Софья Чигава, может к этому приспособиться. И, скорее всего, так и произойдет. Поэтому тянуться не нужно Юлии Куценко. Надо стараться именно ногами, дорабатывать, быть максимально перекрытой. После своих атак выходить из них или использовать повторные атаки после защитных действий. Ну, а Софья надо прибавлять в атаке. В атакующих действиях, я бы сказал. Да, пока что Софья действует очень спокойно. Но, может быть, таким и был план, да? Потому что длительный, простой. Надо почувствовать себя в ринге, почувствовать соперницу. Стряхнуть вот эту ржавчину, которая наверняка накопилась. И уже потом, скажем, во второй половине боя работать. О, попала. Вот сейчас Софья попала. Прилично очень с двоечки. Сама попала и хорошо голову выбрала от встречного удара. Здесь хорошо провоцирует соперницу Юля. Но промахивается Софья Чигава. Но при этом Юля Куценко никак этим не пользуется. Ну, сейчас догнала, догнала. Попробую уходила Софья, уперлась с каната и пропустила. Как я вижу, Юля Куценко проще работать в атаку. Да, действовать максимально агрессивно, чем проваливать и тянуть на себя. Здесь хорошо решила покачать. И два удара в цель заводят. Юля, молодец. Чем ответит Софья? Да, был удар по затылку, извиняется. Юля Куценко не со зла. 25 секунд до конца четвертого раунда. Поединок близится к экватору. Хорошо сейчас встретила. Шагом в сторону. Да, и вот здесь уже готова перехватывать. Перехватывать атаку соперница Софья Чигава. Здорово встречает сразу на опережение справа. Ну что, Борис Сергеевич, потихоньку пристреливается, да, Софья Чигава? По чуть-чуть, помаленьку, по крупицам. Если она функционально готова на вторую половину, то у нее, конечно, она читает лучше поединок, когда лучше думает в бою. Да, и вот сейчас уже говорят, что Софья Чигава нужно использовать повторную атаку. Поехали. Пятый раунд. Вот такая серия. Немного сумбурная, правда. А ее только так и надо работать. Ждать, перестреливаться и перебоксировать она не сможет, судя по всему. А вот так атаковать, навязать вот такую, ну если не драку, но такой немножко хаотичный бокс. Да, такой рваный темп, надо навязывать обязательно, не работать монотонно, да, потому что Софья уже подстроилась, уже привыкла. Неплохо сайдстепом, но там чуть за ногу не зацепилась. Да, такой удар получился. Да, бэквист, да, только без вращения. Вот, интересно. А, вот так. Пока ничья, кстати, Борис Сергеевич, да? Снова летит на оппонентку Юля. Да, и вот здесь, смотрите, уже готова к такому развитию событий Софья Ачигава. Будет работать на отходах, будет закручивать. После восьмого еще раз объявит счет. Да, таковы правила WBC, Всемирного боксерского совета. Но это правильно, мне кажется, чтобы и зрители понимали, что происходит, и спортсмены были в курсе, куда они идут, в каком направлении. Вот здорово здесь, чисто на отходе, и сайдстепом, а Юля Куценко забрала финальный эпизод себе в актив. Но давайте слушать дальше, что будут говорить наставники девушкам. Ну, Юлю хочется похвалить. Она абсолютно не робеет, абсолютно, ну, чтобы они не давят авторитет. Ну, у нее большой боевой опыт. Тут чего бы робеть-то, да? Не характер. Льда, лишь бы по уровню вывести. Дам, оп, разтянуло, дадам туда два раза. Пробило, разорвало, пробило, хорошо? Хорошо. Давай, давай, мне надо чуть-чуть добавлять. Сейчас пять раунд засунуть. И что, ладно, начинаем. Не так, не надо. Нормально все. Деложим, на против нас. Попадаем, попадаем. 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 Чекунда ты, наверное. Ну, давайте скажем так, что, учитывая то, что мы видим сейчас, на текущий момент, да, ведь это же в перспективе соперница Кэти Тейлор. И тот бокс, который сейчас показывает Кэти Тейлор, ну, он выглядит космическим просто. А кто-то из ныне боксирующих девушек попадает на нее. Опа, побежала сейчас вперед Юлия Куценко. По-моему, там головами чуть-чуть столкнулись. Хочется верить, что обойдется без рассечений. Ну, по крайней мере, ввиду столкновения головами, да, от удара-то тоже может быть всякая. Хорошая двоечка, такая на короточке. По туловищу. Головами опасно. Да, 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 очень опасно. Но, опять же, девушки работают в разных стойках, поэтому такие вещи происходят гораздо чаще, как столкновение головами. Это, к сожалению, это обыденность. Да, и показывает опять Юля, что... Юля не уступает. Или старается не уступать ни в одном эпизоде. Но вот в характере-то она точно не уступит сопернице. Это однозначно. В желании жить, в желании боксировать, драться. Тут полное равенство. Тут еще даже вопрос, кто сильнее. А вот по исполнению, конечно, да. Но пока, опять же, по исполнению все очень ровно. Вы сами слышали счет. И по бою, да, то есть в целом ни у одной из соперниц нет преимущества такого прям явного. Хорошо, вот здесь здорово Юля перехватила атаку. Там и Соня попыталась обменяться. Хороший эпизод. Такой интересный, активный. Проваливаться не надо, Юля. Ни в коем случае. Соня Ачагава за это накажет обязательно. Вот. Вот начинает, да, с короткими оттяжками действует Софья Ачагава. И отличная серия в исполнении Юлии Куценко. Опять, это кажется немного хаотичным. Это кажется немного сумбурным. Но какая разница, если удары проходят? Есть повреждения, кстати, на лице у Юлии после вот этого столкновения головами. Это не сечка, да, это шишка такая. Шишка на лбу. Нужно, вот, надо. Да, нужно приложить лед или утюжком. Ты говоришь, она сейчас тебя расстаскивает. Обыгрывает. Она стала ошибаться, понимаешь? Она стала ошибаться больше. Поддавливаешь, поддавливаешь. И отрываешь. И после этого не откатись. Ну, пока что, на мой взгляд, наибольший результат Софьи Ачагаве приносит ее двойки. Вот эти. И випидзе. Да, ну, это была не двойка, конечно, а, да, ну, понятно, передняя рука. Именно вот двоечка. Простая такая рабоче-крестьянская двоечка. Начинается вторая половина боя. Поехали. А, ну, он уже продолжается, да, седьмой раунд. Попала и здорово вышла, Софья Ачагава. Ну, на Софьи сказывается, конечно, этот недостаток соревновательного ритма, да, совершенно. Такие огромные паузы. Да. Это никому на пользу не идет. Два года без боя, три года без боя, потом один бой периодически. Как-то остановилась Юлия Куценко, несколько ударов получив. Да, вот так потянула на себя. Но, опять же, это не Юлина работа. Стиль Юлии Куценко – это не пяди родной земли. Все вперед, все в атаку, максимально агрессивно. И вот, конечно, на ногах здесь хорошо контратакующий Софья Ачагава здесь будет чуть-чуть полегче. Опять-таки сказывается просто выучка, да? Да. Здорово. Здорово. А вот, пожалуйста, на выходе, да? Казалось бы, атаковала Ачагава совсем неплохо. А вот это последняя левая боковая. Ну, была готова. Была готова Юлия Куценко. Попала левая боковая. И так даже болтанула она немного соперницу. Что ж, два очень хороших эпизода за Юлией. И молодец Софья Ачагава, она слышит свой угол. Она слышит те команды, которые ей дают, и в точности их исполняет. И это приносит результат. Пусть и локальный такой, да? Но тем не менее. Но пока она не выигрывает, на мой взгляд. Да, нужно. Куценко вот в своем стремлении перебивает, перебивает. Но не уступает, во всяком случае. Это какой раунд у нас был? Седьмой, да? Да, седьмой раунд. Сейчас будет раунд под номером восемь. Узнаем счет. У тебя будет отличная, Соня. Чуть-чуть напряженнее. Напряженнее. Она будет больше промахиваться, понимаешь? Как каждый ее промах, ты ловишь, понимаешь? Промахнулась, осталась возле нее. Не выходи назад, прилипни к ней. Только на цыпочке не поднимайся, там останься. Хорошо? Чуть-чуть ручки прихватила предплечье. И столкнула, вышла. И все время контроль. Ладно? Ладно. Как нас самочет? Задай огня. Задай огня. Отличная рекомендация. Это как раз вот, да, в стиле. Прям. Не, а правильно, кстати. Александра Цуканова прям. Она лучше функционально готова. Ей надо сейчас. Ей очень нужны вот эти оставшиеся раунды. Брейк, команда была. Ну ладно. Это лишь показывает заряженность на борьбу. Это показывает желание победить. По туловищу Гюля атакует. Софья опять же старается смещаться в правую сторону. Подальше от сильнейшей правой руки Юлия Куценко. Поменяла Юля стойку. Интересно, зачем? И пошла поактивнее вперед. Софья Очагова начала прям давить. Охо. Вот сейчас эта атака, да. Ну что, и корпус здорово пробивает. Ну вот сейчас я узнаю Софью. Попадает. Попадает. И вот, кстати, она почему-то очень редко задействовала именно свой боковой с правой руки, да. В основном это просто джеб, а не боковой удар. А ведь он не очень хорошо поставлен. Да, просто все здорово у нее получается. Да, и на ногах отлично. И с передней руки работает здорово. И сразу бы все поменялось, да? Картина была. Да, да. Что-то, по-моему, даже как-то просела Юля немного физически в этом раунде. Как только включилась Софья Очагова. Тактическая уловка, хороший ход. Она не ожидала этого. Да. Такой резкий. Такой явный метаморфоз. Пришлось справляться Юля. И вроде бы справилась. Так отодвинула соперницу от себя. И даже нанесла хороший левый сбоку. Довольно плотный. Снова сейчас здорово. Снова двоечка классная от Софьи. Она сейчас и дистанцию контролирует полностью. Ну и вот эта пауза также могла быть связана с тем, что Софья Очагова донесла очень хороший удар слева по туловище в область печени. Пришлось восстанавливаться. Тут немножко размашисто сработала Софья. Ну ушла нырком от этого правого бокового опасного. Хороший раунд для Софьи Очагова. Ну... Давай, давай, подключайся. Наконец присела. Давайте смотреть еще раз, что там случилось. Здесь неплохая двойка. Вот тут, да? Был удар по корпусу, и уже потом надо было восстанавливаться. Она мне пробила пузо. Она мне пробила пузо. Да, вы сами все слышите. Раз-два, раз-два, раз-два туда сделай. Сейчас, девято. Восьмой, девятый. А что-то не сказали. Да, я думаю, что сейчас Сергей Гром объявит в процессе боя. Сейчас ему принесут записки, и я думаю, что Сергей Гром объявит нам. Очень интересно послушать, на самом деле, что там происходит. Снова в корпус пробивает Очагова. И опять хорошая передняя рука от Софьи. Здорово. На дистанции сейчас очень четко Софьи работает, не дает к себе подобраться. И ноги включила. Сейчас просто преобразилась. От контратаки уходит четко. Здорово сайдстепом. Ну, тут была неплохая серия от Юлии. Итак. Один дает ничью. Ого, вот это разрыв. А, ну, то есть уже большинством голосов судей пока выигрывает Софья Очагова. Ну, то есть, по сути, Юлия Куценко спасает только нокаут в этом бою. Получается так, да? Ну, как-то очень большой разрыв поставил рефери. Там ничья, да? Один ничью дал, да. И двое других в сторону Софья Очагова. Но вот третий судья, который поставил близкий бой, да? Я с ним согласен. Как? Где там? Ну, ладно. Но главное, посмотрите. Бой тут изменился совершенно. Софья боксирует сейчас совершенно свободно, легко. Ну, и все-таки... Сказался пропущенный удар по туловищу Юлии Куценко, потому что она уже не так свежа, очевидно, да? Опять головами, головами. И мы знаем, что удар по печени сильный очень круто замедляет ноги. Да, и я думаю, что именно это сейчас и происходит. С Юлией она стала гораздо реже атаковать. Давайте послушаем. Юль, последний район доскался, последний. Да, выразди ты. Последний, Марин? Плохой раунд? Плохой. Надо сейчас подраться. Жестный. Последний раунд. Последний. Да? То есть, вот еще раз говорю, да, что столкнулись, по счастью, без сечек. Нет? Ну, поздно уже. Надо как-то прям подраться. Пожалуйста, делай что-то. Я плохо. Большой шаг, ты потом на заднюю попадаешь. Поэтому ты делай его без шага, если выдергиваешься. А если в ответе работаешь, не попали задней рукой, тогда можешь бить. Понятно? Конечно, пропустил удар, это другое дело совсем. Ладно, заключи, я тебя прошу повнимательнее, по мужчинам. Арсенал навыки, конечно, начинает сказываться. Опыт, опять-таки. Ну и я боялся, что она силы не хватит. Она четко распределила. Молодец. Ну, давайте посмотрим, как сейчас Юлия Куценко будет, а она будет, выгрызать себе эту победу. Идет вперед. Да, пусть даже ценой столкновения головами, ценой потенциальных рассечений она будет лезть на соперницу. Ну и Софья Чагалу, хорошо, попадает, попадает. Но при этом сама пропустила. Да. Кого-то. Держите, держите, работайте в любви. Кто-то сейчас держала руку соперницы. Вот, пожалуйста. Попало, попало, да, действительно. И еще раз, посмотрите, девушки обмениваются. Правый сбоку очень плотно. А ноги заработали у Юлии. Ну что, Соня тоже решила подраться, интересно. Кстати, по поводу Сони. Юлия Куценко воспитывает дочь, которую зовут Соня. И так просто к слову пришлось. Интересно, она смотрит, мамины твои. 40 секунд, даже меньше. До финального гонга. Да, вот надо, надо идти вперед Юлии Куценко. Но, похоже, уже нечем. Просто, да, выложилась практически без остатка. Плюс сильный пропущенный удар по туловищу. Все это, конечно, влияет негативно на функционал. Ох ты. Неплохо. Обе девушки сейчас выступили. 10 секунд до конца боя. Идет вперед Юлия Куценко. И опять проводит атаку. Такую мощную, яростную. Ну и все. Бой заканчивается. Девушки благодарят друг друга. Но, судя по тем запискам, которые нам озвучили, победа будет за Софьей Очигавой. И таким образом она получает прямую путевку к Кэти Тейлор. Но, опять же, прежде чем с ней встретиться, я бы на месте Сони провел бы еще пару боев. Таких втягивающих, восстановительных. Потому что, ну, давайте будем говорить прямо, что выходить в таком состоянии на мощную, просто убийственную Тейлор, ну, это, в общем, большая авантюра. Но самое главное, получить это право. Официально, юридически, стать претендентом на титул. Ну, а почему бы не попробовать? Нет, а ради чего возвращаться-то? Конечно. Зачем все? Конечно. Тем более старые счеты. Тем более столько встречались. Да, есть история. Есть история противостояния. Да, богатая история. И в профи, конечно, будет очень интересно посмотреть. Отдельные хвалебные речи хочу произнести в адрес Юлии Куценко, которая в очередной раз показала несгибаемый характер. Которая в очередной раз... Старалась, молодец. Сражалась до последнего. Да, и шла вперед. И она очень хотела победить сегодня. Да, не все получилось, конечно. Уровень оппонентки. Да, сами понимаете. Что и говорить. При всем при этом мы так же не разговаривали. И так как-то речь зашла о завершении карьеры. Он говорит, ну да, когда-нибудь завершу лет через 70. То есть понимаете, да, что Юлия Куценко собирается жить долго и счастливо. И продолжать так же лихо бить людей за деньги. Довольный обе. Ну, отличный бой в целом. Да, потому что, опять же, за что мы иногда укоряем женские поединки. Интересная тактическая борьба была. За низкий уровень. Да, именно бокса как такового. Но здесь мы увидели очень хороший бой. Действительно, вы правы, Борис Сергеевич, что девчонки показали тактическую вывочку. Да, они показали умение слушать угол. Они показали технику. Поэтому было приятно смотреть. Ну что же, где господин Гром, который сейчас выйдет и огласит нам зычным голосом результат? Я только сейчас обратил внимание, к своему стыду, что Софья Красовка боксировала. Это, кстати, не первый раз. Я не стал на этом акцентировать внимание. Да, это странно. Может быть, ей просто так удобнее, чем в боксерках. Но свой предыдущий бой после возвращения она тоже проводила именно в этой обуви. Ну, опять же, хозяин барин, хозяйка барыня в данном случае. Да, спасибо. Ну, чью руку поднимет, Оксан Галенькин? Сейчас мы это услышим. Вот пояс выносит. И увидим. WBC Silver. Господа, по завершении десяти раундов чемпионского боя за вакантный титул серебряной чемпионки мира по версии Всемирного боксерского совета в легком весе мы обращаемся к судейским запискам. Роман Петров. 96-94. Николай Сигов. 98-92. Юрий Копцев. 97-94. Единогласно. Единогласным решением судей победу одержала и завоевала вакантный титул. Титул серебряной чемпионки мира по версии Всемирного боксерского совета в легком весе Софья Ачигава! Да, Софья Ачигава побеждает. Поздравляем Софью. Становится обладательницей пояса WBC Silver. И, соответственно, что более важно, на мой взгляд, она становится претендентом на звание полновесного чемпиона мира. И, таким образом, бой с Кетей Тейлор... Продолжение следует...